Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Строительство стены на границе Западной Армении и Ирана продолжается без перебоев. То, что Турция делает на территории Западной Армении, незаконно. Рубен Сафрастян. В Арцахе создано тысячи социальных предприятий. Аршак Карапетян представил послу Китая последние события в приграничных районах Армении. Соединенные Штаты полностью покинули Кабул, а контроль над аэропортом перешел к талибам. Царская тропа была обнаружена на холме Олду, с которому 2500 лет в Западной Армении. Сегодня день рождения Уильяма Сарояна. Для обеспечения безопасности на 295-километровой границе между Западной Арменией и Ираном возводится стена. По данным соответствующих властей, она строится для предотвращения незаконных переходов, контрабанды и проникновения террористов. Работа над модульной стеной и умной башней, которая началась в провинции Ван Чалтеран на границе с Ираном, и простирается до провинции Долгая-Зет в Агри и Усякова в Хаккаре. Идет полным ходом. Отметим, что строительство этой стены является явным нарушением прав Западной Армении. Подобные действия всегда проводятся на оккупированной территории Западной Армении без согласия коренных жителей Западной Армении и государственных властей. Тюрколог Рубен Сафрастян представил реальную картину происходящих в Афганистане операций и то, какую роль в них играет Турция. Он сослался на то, что Турция начала строительство стены, блокирующей въезд иммигрантов на границе с Западной Арменией, назвав это незаконным действием. Напомнив, что Западной Армении оккупирована Турцией, он уверяет, что Турция не имеет права заниматься там подобной работой. Говоря о причастности Турции к любым действиям стран региона, Рубен Сафрастян отметил, что Турция стремится занять доминирующее положение и иметь политическое влияние в странах, где у нее есть свой военный потенциал. Для обеспечения жителей Арцаха собственным стабильным доходом, развития предпринимательства в регионе и повышения качества жизни в Арцахе создано более тысячи социальных предприятий. Об этом сообщает Министерство труда и социальных дел Республики Арцах. Тысячи армянских семей из Армении и Диаспоры внесут свой вклад в создание тысячи предприятий. Инициатива уже находится в практической стадии. Согласно договоренности, достигнутой с директором всеармянского фонда Айастан Айгаком Аршамяном, создание ста предприятий Типлиц из запланированного количества могут осуществляться при поддержке последнего. Идея его открытия бизнеса поддержит ряд других организаций и частных лиц, с которыми Министерство труда и социальных дел Республики Арцах активно сотрудничает. 30 августа министр обороны Республики Армения Аршак Карапетян встретился с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Республике Армения Фань Юнь. Об этом сообщает Минобороны Республики Армения. На встрече также присутствовали военные атташе по обороне посольства Китая в Армении, старший полковник Зу Дзи Лунь и его помощник. Чрезвычайный полномочный посол Китайской Народной Республики поздравил Аршака Карапетяна с назначением в должность министра обороны и пожелал ему новых успехов в его ответственной государственной миссии. В ходе встречи министр обороны Республики Армения проинформировал посла Фан Юня о ситуации в регионе и представил последние события в приграничных районах Республики Армения. Стороны высоко оценили армяно-китайское сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной, образовательной и других сферах. Обсуждались также процессы двустороннего сотрудничества в области обороны и будущей программы. Американские военные объявили о полном выводе из Афганистана своих войск. После своего отъезда талибы проникли в аэропорт и захватили оборудование, оставленное американскими военными. Так закончилась самая продолжительная за 20 лет военная интервенция США, когда Талибан взял под свой контроль страну. Главнокомандующий вооруженными силами США в регионе генерал Маккензи заявил, что в общей сложности более 123 тысяч мирных жителей были эвакуированы самолетами американской коалиции. «На сегодняшний день мы приостановили наше дипломатическое присутствие в Кабуле и переместили его в Даху, столицу Катара», сказал госсекретарь США Энтони Блинкин, который появился на камеру после того, как объявил о своем уходе из Афганистана. Следы 2500-летней королевской дороги появились на Олусском пятне в Западной Армении. Руководитель раскопок профессор доктор Шивкет Донмес говорит, «Королевская или персидская дорога, которая является уникальной находкой, является одной из старейших дорожных систем в Западной Армении». Олус-Белур – место, привлекающее внимание необычными находками, которых не было в археологии Железного века Западной Армении. Донмес сказал, что персидская дорога длиной 28 метров и шириной 8,5 метров с открытым водным путем посередине была одной из самых важных находок в списке. Объясняя, что каменистая дорога разделяет поселения на две части, профессор говорит, что в северной части в основном расположены гражданские районы, дворцы и частные дома, а в южной – религиозные и культовые сооружения. Уильям Сороян родился в армянской семье, переехавшей во Фресно из Багеша, Западная Армения. В 4 года он потерял отца и некоторое время жил в детском доме. Тогда мать забрала сына из приота и дала ему образование. Беспокойство семьи вынудило подростка бросить школу, продавать газеты на улицах, а затем стать диспетчером телеграфа. Работа, однако, не мешала ему читать. Он творил, писал рассказы. Его первый рассказ «Сирак Горян» был опубликован в бостонском еженедельнике «Айроник» в 1933 году. Первый сборник рассказов Сорояна был издан в 1934 году и сразу принес признание молодому писателю. В 1939 году Сороян получил Пулитцерскую премию в Нью-Йорке за свою пьесу «Время твоей жизни». В первые десятилетия своей литературной жизни Сороян написал более сотни рассказов, некоторые из которых опубликованы более чем в десяти сборниках. Многие из героев Сорояна – армяне, которые представляют армянскую среду своим национальными обычаями и нравами, исторической памятью о родине. Тема родины, неповторимые образы людей, хранящих её многовековые традиции, идут вразрез со склажинными стандартами американского образа жизни. Сороян скончался 18 мая 1981 года во Фресно, США. Произведения Сорояна переведены на многие языки. В Ереване именем Сорояна названы улица, школа, а также установлен памятник. В 2008 году по случаю столетия со дня рождения писателя в Армении был объявлен год Сорояна. А далее для вас Эдуард Беглариан, Манес Галияр. Манес Галияр. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западно-Армении. А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...